В полном смысле с корабля на бал. На первую репетицию с Тихоокеанским симфоническим оркестром одна из ведущих джазовых певиц России, Наталья Книжинская, приехала прямо с самолета. Несмотря на усталость и охрипший голос, сразу смогла заполнить пространство зала своей энергетикой. Правда, от комментариев отказалась. Говорит, все увидите и услышите на концерте. Открывать джазовый фестиваль в Владивостоке ей доверили не случайно. В свое время единственная русская исполнительница. Она смогла взорвать публику на самом престижном международном джазовом фестивале в Монтрю и показать, как могут играть джаз в России. Ее диапазон не ограничен. Петь может все от джаз-фолка, доставшего уже культовым Skyfall. Единая мысль в этом фестивале одна – джаз. И я на сегодняшний день выбрал для певицы, для Натальи, более лирическую направленность джаза, более спокойную, более открытую, мягкую. А сольные номера мы сыграем в настроении, в задоре, как положено. Так получилось, что вокалом Книжинский джазовый фестиваль в Владивостоке откроет. И роскошный голос австралийки Фонти его будет закрывать. Такое обилие мощного женского вокала – это не единственная фишка 10-го юбилейного. Во-первых, фестиваль увеличился в количестве дней фестивальных, увеличился в количестве участников и гостей. Вы обратили внимание. В связи с этим, что гостей будет много, значит и джаз будет разный. То есть мы предоставляем поклонникам джаза послушать джаз в разных стилях, направлениях. Джаз, рок, классика, стандарты, фолк, джаз, электронный джаз. Ну, все, пожалуйста. Мы решили сделать так это на юбилейном фестивале. Сегодня первая встреча с джазом. И впереди целая неделя импровизаций, сэшенов и незабываемых эмоций. Ольга Сомкина, Егор Фомин, Панорама.